добрый день друзья меня зовут Дмитрий Карпенко это видео посвящено вопросу чтения при подготовке к тестам TOEFL, IELTS, SAT, GMAT, GRE, CPE ну и может быть каким-то другим если вам их нужно сдавать хотя в принципе не только к тестам в принципе даже если вам не предстоит сдавать эти тесты вы для себя что-то найдете полезно но в первую очередь для людей которые хотят сдавать эти тесты итак смотрите друзья у меня есть уже одно видео которое называется как правильно читать английские книги после этого видео обязательно посмотрите также и то видео если вы его еще не видели и это видео служит прекрасным дополнением к первому вышеупомянутому видео так вот смотрите чтение как показать практика является самым самым эффективным мощным инструментом для расширения вашего словарного запаса особенно если вы уже не самый-самый новичок а более-менее продвинутый что ли так как все таки ну подразумеваем что к тестам TOEFL, IELTS и так далее готовятся люди которые уже в английском достигли определенных высот и если для новичков считается практика показывает самым мощным инструментом является слушание то для уже более-менее продвинутых людей самым мощнейшим инструментом является чтение чтение расширяет наш словарный запас а закрепляем его посредством слушания да мы слышим на слух воспринимаем эти слова узнаем их распознаем и потом в процессе спикинга говорения речи мы еще закрепляем закрепляем и закрепляем однако где-то же нам эти слова брать надо да изначально видеть как они как бы пишутся и запоминать их и визуально а также мы их про себя произносим и тут без чтения никуда не ну никак не обойтись это вроде бы понятно да теперь встает такой вопрос представим что вам нужно сдавать тест IELTS например в принципе тесты немножко различаются эти все вышеупомянутые и особенно сложными по статистике являются GMAT, GRE и SAT однако все равно у них есть нечто общее в плане чтения и это общее заключается в следующем смотрите проверяется не столько ваше умение читать про себя на английском да это понятно что вы можете про себя что-то там читать а то как вы воспринимаете несколько самых главных таких неких пунктов проистекающих из этого чтения например что автор подразумевает этим абзацом или этим параграфом или этим текстом да то есть главная мысль что автор подразумевает как можно озаглавить этот текст параграф и так далее какие средства литературный автор употребляет для передачи своих мыслей своей точки зрения потом является ли точка зрения автора даже не точка зрения является ли идеи автора правильно изложенными через посредством этих предложений которые он употребляет и конструкции всяких то есть вот эти несколько основных пунктов по которым как проверяется как вы воспринимаете то есть немножечко как бы зацепляется ваш интеллект скажем так не просто навыки чтения потому что чтение само по себе пробегание глазами по этим строчкам оно конечно классно но она ни к чему не ведет и поэтому к чему это все говорю когда сейчас я озвучу несколько рекомендуемых вам как бы направление чтения то они там эти подходы методы прозвучат и так смотрите здесь правило номер один предположим предположим что у вас через пару месяцев через два-три месяца тест сет или g-met вы реально осознаете что вам сложновато решать вербальную часть так называемый verbal сложновато но не успеваете вы в отведенное время вот это все переварить ответить правильно вопросы то есть вы отвечаете правильно но на намного меньшую часть чем хотелось бы и вы реально понимаете что вам нужно расширять ваш словарный запас и не просто словарный запас а такой структурированный словарный запас то есть словосочетание так далее так далее как это сделать но ясно что читать надо вопрос что читать и как читать многие люди жалуются и это я по своему опыту знаю и на всяких форумах и так далее, англоязычных, что, значит, говорят, я беру какой-то учебник, например, учебник для колледжа или университета, какой-то американский, английский, вот. Я-то его читаю, но я на первой же странице уже сразу засыпаю, потому что оно такое нудное, что, ну, невозможно просто, да. И я со словариками его читаю и постепенно засыпаю, 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 и всё. И завтра мне уже не хочется даже к нему возвращаться, к этому учебнику. Как мы можем справиться с этой ситуацией, с этим вопросом таким? Очень просто. Пункт номер один, друзья. От этих учебников никуда не уйдёшь. То есть в любом случае их надо будет читать. Пункт номер два. Мы разбавляем эти учебники или научные статьи, или философские какие-то трактаты той литературой, которая вам нравится. В конечном итоге решающим является не углублённость, как бы, не погружение, не фокусированность, которую вы читаете, а объём. Я вам хочу сказать, что на этих форумах я встретил, неоднократно встречают такую мысль, и я с ней абсолютно согласен, и так далее, что для того, чтобы вам нормально расширить свой словарный запас, надо прочитать хотя бы полторы-две тысячи. Полторы-две тысячи страниц английского текста. Хорошего английского текста. Не букваря, а именно английского текста с высоким уровнем языка. То есть, с большим количеством новых слов и с классными, такими прикольными сочетаниями этих слов. То есть, чтобы вашему мозгу было над чем поработать. Полторы-две тысячи страниц. Исходя из этого, если мы возьмём период времени, там, два-три месяца, это значит, получается, короче, где-то по 20, минимум, по 20 страниц в день вам нужно перерабатывать этих материалов. В принципе, если у вас целью являются тесты, такие как GMA, GRI, то есть, обычно люди их сдают при поступлении в американские вузы на магистратуру. То есть, серьёзно. То есть, вы собираетесь инвестировать значительное количество финансов и собираетесь стать миллионером. Это однозначно, вы для этого что дойдёте. Потому что, если посчитать потом вашу, дай бог, зарплату за определённое количество лет после этих университетов, ну, магистр или MBA, то ясно, что речь идёт, вполне возможно, о миллионе долларов. И больше, и больше, и больше. Значит, почему я буду? Цель мы поставили себе классную, но надо поднапрячься. Поэтому отговорки наподобие 20 страниц в день это много, мне некогда и так далее, не работают. Будете читать по 2 страницы в день, будете сдавать этот GMAT определённое количество раз, пока не надоест. В принципе, тоже можно отнести и к IELTS, и к TOEFL и так далее. Так вот, 2 тысячи страниц, давайте поставим себе ориентир. 2 тысячи страниц, мы их делим на два ручья, в два направления. Первое. Это вот эти вот журналы, газеты, публицистика, всякие философские экстрактаты и так далее. Сейчас мы о них помянем. Второе. Обязательно классические книги английские, которые вам нравятся. Не обязательно классические, художественные. Пусть это будет 200 лет назад книжка была написана, пусть она будет 5 лет назад, пусть это будет какая-то Дракула там и так далее. И неважно. Сумерки, что вам только нравится, только я не буду сейчас озвучивать определённые книжки, которые я считаю полезными, потому что для каждого из нас это всё различается. Вспомните, попытайтесь вспомнить те книги, которые вам нравились, может быть, которые вы ребёнком читали, если вы что-то читали, когда вы были подростком. Английские книги, переведённые на русский язык. Ну, например, «Приключения Тома Сойера», «Шелок Холмс», «Джека Лондона», «Белый клык», неважно, что вы там читали. Вспомните, понравилось оно вам? Да, понравилось. Элементарно. Находим эту книгу либо в книжном магазине, на английском, естественно, либо покупаем там через Амазон, Ибэй и так далее, либо, в крайнем случае, если вам нормально глаза, как бы, ещё нормально видят на экране, читаем её в электронном виде. Я думаю, в электронном виде найти вам эти книжечки труда особого не заставит. Особенно классические. Авторское право уже не применяется там, поэтому они кругом, в свободном доступе, за минуту я вам найду несколько книжек и так далее. Итак, эти книги мы читаем для удовольствия. Как читаем? Смотрите, читаем со словарём, лучше с электронным, естественно. Допустим, 10 страниц в день, да? Ну, там, 12 страниц в день. Можем сделать небольшой перевес в сторону художественную, то есть то, что вам нравится. Просто читаем для удовольствия. Нам надо удовольствие тоже. Как бы, со словариком читаем, страничка за страничкой, один раз как бы не возвращаемся, потому что по 4 раза читать каждую страничку, как я говорил в том видео в первом, это было бы просто супер. Ну, вы физически тогда эти 20 страниц в день, вы их физически не одолеете, потому что, ну, это серьёзно. Так вот, это мы читаем для удовольствия. Смотрите, почитали мы часик художественную литературу со словариком. Естественно, анализируем, то есть останавливаемся, ищем слово-перевод, потом, естественно, осмысливаем его во фразе, которая там, то есть у нас же, естественно, словарик выдает нам новое значение. Во фразе осознаём, всё, мы поняли этот абзац, нам всё понятно. Даже переводить его про себя мысленно на русский не надо. Просто мы поняли всё, что там есть, всё, идём дальше. Так мы читаем художественные книги. Второе направление – это вот эти вот научные, философские, публицистические и так далее, какие угодно. Антропология, биология, физика, лазеры, мазеры, астрономия, география, экономика, финансы. Сюда же обязательно включаем онлайн-электронные журналы. Наподобие The Economist, Wall Street Journal, New York Times, Daily Telegraph и так далее. Там есть определённая проблемка с тем, что эти журналы в электронном виде, они платные. В общем, вам дадут почитать 10 статей, а потом, естественно, будут требовать от вас подписку. Если финансы позволяют, а я опять-таки повторюсь, если вы собираетесь сдавать такие тесты, позволяют. Подписываемся на один из них, ну хотя бы, там на Wall Street Journal или на New York Times, прекрасная газета. Подписываемся на New York Times. Это не очень дорого. Я не помню точно сколько, ну, можно сказать, копейки, по сравнению с остальными вашими затратами на будущее обучение. Там проживание, репетиторов, визовые вопросы и так далее. Это просто можно пренебречь этой сумме. Подписываемся и включаем обязательно свой список такой научной, читательства такого, да, вот эти журналы. Как мы работаем, смотрите, с этим вторым направлением. Берем статью, например, статью. Вот тоже, смотрите, что вам больше нравится, причем некоторые рекомендуют авторы, я, может быть, даже с ними согласен. Нравится-то нравится, но обязательно включайте, кроме того, что вам нравится, то направление, которое вам не очень нравится, да. Потому что понятие нравится относительно. Например, вам биология не очень, да, вам нудно и вообще на вам не идет, обязательно почитывайте немножко биологии, потому что, может, помогут попасть в том какие-то термины и так далее из вот этих биологических таких текстов. Поэтому зачем обманывать себя, то есть то, что вам нравится, но немножечко чуть-чуть того, что надо. Как мы читаем эти книги? Или философскую какую-то книгу возьмите? Я к чему иду, чтобы, может быть, я немножечко, конечно, так как хочется вам подробнее это объяснить, такая учительская привычка, могу немножко перескакиваться с одной мысли на другую, да. Газеты, журналы, потом научные книги, научные, любую, найдите в интернете, там, кайпьте, вам нравится, какие-то там лазерные излучатели, да. Берем эти лазерные излучатели и читаем на английском, естественно. География, антропология, как я уже говорил, очень много, социология, антропология, таких вот злободневных, как бы темно, в глобальном понимании, в глобальном видении, встречается в любых текстах, начинает IELTS и заканчивая там GRD. Итак, как мы работаем с более научным текстом? После того, как мы часик почитали художественную, да. Мы сделали перерыв, позанимались своими делами, приступаем к научным. Читаем абзацы. Абзацы, естественно, могут быть маленькие, да. Я не могу вам дать единое такое правило. Если абзацы крупные, работаем по абзацам. Если они маленькие, работаем по странично, может быть. Если они средненькие, то все-таки лучше по абзацу. Мы читаем абзацы словариком, естественно. Все это переводим и так далее, осознаем. Потом отрываем глаза от этой писанины и задаем себе 3-4 вопроса. Я о них вкратце уже упомянул. Еще раз. Что автор подразумевает этим абзацем? Или какая главная точка зрения автора по этому абзацу? Там, what does the author imply through this paragraph, yes? Или what is the author's point? Какая точка зрения? Потом обязательно. Как? So how would you name the paragraph, yes? What heading would you choose for the paragraph? Какое название вы бы выбрали для этого абзаца? Одним предложением. Вот эти три вопроса. Какова точка зрения автора? Что автор подразумевает? Они могут немного отличаться. Что автор подразумевает? Можно немножко подробнее себе пытаться ответить. И третье. Как бы вы назвали? Какое заглавие вы бы дали этому абзацу? Это мы делаем. Так абзац за абзацом. То есть, чтобы ваше чтение было осмысленным. Потому что часто люди замечают такую вещь, что я, говорит, вроде бы читаю, да, но я на какой-то десятом минуте ловлю себя на том, что я уже далеко вообще не в этой книге. То есть, я себе думаю о детях, о собачке, о своей поездке на дачу и так далее. Глаза вроде бы идут по строчкам, я абсолютно в прострации. В принципе, мост-то ухватывает все равно то, что ему надо, но не так эффективно, как если вы все-таки будете там, в книжке. Поэтому, а для того, чтобы мы туда хотя бы периодически возвращались раз в пару минут, нам нужно задавать все вопросы. Так, о чем я прочитал? Какая-то точка зрения автора? Не помню, да, не понимаю. Тогда уже читаем абзацы второй раз. Потому что, ну какой толк с такого чтения, если вы ничего не помните, того, что вы прочитали? Наверное, друзья, в принципе и все. Если бы я готовился, я бы не выписывал в словарик новые фразы. Почему? Потому что, если читать по 20-30 страниц в день, то фраз будет столько, что физически можно сойти с ума, наверное, от этого. Их будут тысячи, 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 тысячи. С другой стороны, если вдруг по жизненным обстоятельствам вы читаете только 3-4 странички в день, тогда обязательно выписывайте эти фразы в свой словарик. Не слова, а фразы. Вы помните, как бы мой принцип всегда, если у нас какое-то слово там автор, да, author, ни в коем случае не выписываем его просто author. Обязательно какой-то там proliferant author, какой-то там плодовитый автор. Думаю, вкратце, друзья, я вам посоветовал, как читать, сколько читать текстов и какие тексты при подготовке к серьезным, сложным тестам английского языка. По учительской привычке, позвольте еще раз повториться, значит, художественные и научные. Допустим, по 10 страниц того в день, 10 страниц того. Но лучше немножечко сделать, может быть, смещение немножечко туда, в сторону художественного, чтобы вам веселее было. Художественно читаем со словарем просто для удовольствия, не возвращаемся там к публицистической, эти научные всякие. Читаем, абзацик прочитали, отвлеклись, отвернулись от него, посмотрели на него опять, задаем себе три вопроса. Что автор хочет сказать нам, то есть, что он подразумевает. Потом, какова его точка зрения, а эти два вопроса могут отличаться. И третье, как бы я назвал и назвал этот, заглавил вот этот параграфик. Или всю страницу, или всю главу. То есть, варьируйте уровень вот этого глобальности вашего подхода. И 23-30 страниц в день, и за 2-3 месяца, если вы выдержите такой темп, вы очень-очень значительно расширите свой словарный запас для любого теста английского языка. Любого. И поэтому потом, когда вы будете практиковать, 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 какие-то практические вот эти упражнения по этому тесту, вам будет намного проще. В десятки раз проще. Как ни крути, а словарный запас определяет, я думаю, 95% вашего успеха. Остальные 5% это ваш навык, конечно, работать с этим текстом, а также ваши умственные способности. Ну, я верю, что раз вы, если вы надумали готовиться к этим тестам, то с умственными способностями у вас все в порядке, как это должно быть. Что вы гениально, талантливый, и все у вас получится. Итак, друзья, с вами был Дмитрий Карапенко. Успешной сдачи вам тестов на самый высокий балл. Или, скажем так, зачем нам самый высокий балл? На тот балл, который вам нужен, или и выше. До встречи в следующих видео. Продолжение следует...